друзья всем привет джук и виталий на связи сегодня не обещаю что будет кратко но постараюсь максимально полно максимально информативно поделиться с вами своим видением по ситуации на крипто рынке как вы вероятно заметили сегодня выпуск нашей новой студии да еще немного пыльная еще не приобретена мебель еще не выставлен качественный свет но сам факт что мы так развиваем канал мне кажется это круто прежде чем я с вами поделюсь своими соображениями о том что перспективе я ожидаю от крипто рынка давайте с вами разберем мой предыдущий прогноз соответственно что я ждал ранее получили мы это или нет мой предыдущий прогноз был плюс-минус на уровне 10000 долларов тогда действительно была паника на рынке все кому не лень говорили что мы сейчас пойдем опять по какой-то причине пробивать 9000 я обозначил что минимум который сейчас коррекция это либо с текущих уровней мы пойдем вверх то есть 10000 либо самый край который нас просадят это 9800 с уровня 10000 мы пошли в 10 300 даже там было значение цены чуть больше ну и соответственно локальный прогноз по биткоину отработал далее прогнозов я не давал ну разве что только в своей группе с ежедневными обзорами в очередной раз напоминаю что если вы хотите на нее подписаться ссылку на вступление вы найдете внизу там есть формы которые вы заполняете и соответственно попадаете в наш закрытый чат где я делюсь своими соображениями по рынку также хотел бы вам напомнить свой прогноз по биткоину когда я сказал что ниже чем 9400 нас не опустят там я кстати говоря набирал позицию по биткоину то есть сейчас у меня позиция по 9400 плюс у меня позиция по 10100 там была хорошая точка входа с этого уровня у нас был отскок но вот я уже в своей закрытой группе писал людям я наблюдал то что явно переливается объем вальту еще до того как она начала стрелять и сказал что я скриншот сейчас ставлю смотрите там на свое усмотрение можете это закрыть мной потому что нас могут нормально просадить просадить до уровня 9600 9800 собственно говоря эту просадку мы наблюдаем сейчас вот ну вот просадили девять тысяч шестьсот пятьдесят три и быстро откупили до 9 ну 900 это довольно хороший знак то что откупили актив по той причине что мы остались над довольно важной зоной которые не подходят не лангистом не шартистом если рассматривать исключительно трейды на биткоин несмотря на то что сейчас конкретно переливается объем с биткоина в альткоины на что кстати тоже обращал ваше внимание неделями и эфир по 170 вам говорил определенно это как минимум среднесрочное дно и zcash и ripple в принципе обращал внимание на то что альткоины строит очень хорошие паттерны на преломление даун трендов своих среднесрочных и на довольно хорошие выстрелы я не хочу чтобы там это как-то неправильно воспринимали но то что пошли прострелы по альткоином но сейчас это не какой-то там супер не какая-то супер новость ну по крайней мере те кто смотрит мой канал я думаю не очень сильно удивлены тому что мы пошли пробивать вот такие вот зоны и сейчас получили довольно крутые восходящие движения по альткоином сейчас мы с вами разберем конкретно по уровням альткоины которые я держу у себя в портфеле соответственно что от них можно ожидать от каких уровней можно их фиксировать или от каких уровней соответственно ждать по ним продолжение роста но вначале пару слов о действительно хорошем спонсоре данного выпуска друзья спонсор данного выпуска это биржа кукоин а точнее площадка которая она не так давно открыла посвященной фьючерсной торговли называется данная площадка кумекс кукоин ведь довольно немалый потенциал в работе с клиентами из снг поэтому все русифицировано все максимально понятно и на самом деле они предоставляют довольно неплохие условия для трейдинга кумекс мне нравится то что в отличие от большинства подобных проектов курс на контракт биткоина является сводной с нескольких бирж этой бирже coinbase про битстамп кракен джемини liquid битрикс это очень круто потому что мы избегаем ликвидации которые связаны с низкой ликвидностью торговли на данной площадке это очень круто потому что можно торговать не опасаясь что что владелец подобной площадке просто валит там курсы и вас ликвидирует кумекс также предлагает бессрочные контракты на биткоин которые можно брать причем до 20 икс также в обязательном порядке вы должны понимать то что у кумекса есть страховые фонды и данный страховой фонд максимально прозрачен и призван для того чтобы оградить вас от лишних рисков также очень классно то что минимальная стоимость контракта составляет всего 1 доллар это большое преимущество по сравнению с другими подобными площадками данная площадка сделана максимально просто для того чтобы никаких проблем с ее изучением не было а даже если у вас в чем-то не получается разобраться кумекс сделал свой youtube канал на котором описывают самые распространенные проблемы и их решения в общем подход проекта офигенный проект очень серьезный если вы заинтересовались ссылочку вы можете найти в описании а мы с вами продолжаем друзья в начале давайте с вами разберем ситуацию по биткоину прежде всего я хотел бы разобрать то что я в своем чате писал то что движение которое мы ожидали среднесрочные 10 600 10 800 может немножечко притормозиться притормозиться по той причине что у нас начали переливаться объемы в альткоины ну и соответственно обозначил уровне 9 600 9 800 соответственно уровне до которых это адекватная коррекция единственное что тут скажу я думал что все-таки мы ограничиваемся движением там но десятка может чуть ниже нет пошли по полному циклу но об этих уровнях я предупреждал считаю что сейчас определенно в зону покупок нас определенный но я не знаю я просто считаю что в нее не пустят потому что опять же 9 200 9 300 9 400 я уже молчу там про 9 100 это обалденные технически обоснованные точки входа и понимаете даже приближение к этим уровням уже будет провоцировать довольно неплохого покупателя и принципе молчу о том что мы с вами находимся у довольно неплохих поддержек здесь я рассматриваю движение вот скажу вам так край движения которые тут рассматриваю это там 9 500 9 600 вероятнее всего это движение локально нам с вами не дадут и локально все-таки я ожидаю выход за десятку думаю это будет где-то не 10 300 это будет где-то 10 100 вот на этих уровнях мы словим какую-то консолидацию дальше надо будет смотреть исключительно по закреплению по той причине что надо будет просмотреть как себя будет вести альта и насколько агрессивно будет переливаться объем из биткоина на альткоин но локальное движение я думаю это где-то за 10 тысяч 10 10 100 среднесрочно к моему великому сожалению обычно да я даю там совсем точные ну стараюсь давать точные прогнозы но здесь оба варианта будут очень нормальные то есть это либо то что у нас биткоин будет флете там в уровне 10 тысяч долларов но соответственно с какой-то волатильностью либо соответственно мы будем идти опять же как ожидали на уровень там 10 600 10 800 это извините можно будет сказать исключительно оценивая объемы которые будут там на уровне 10 100 10 300 если объем покупателя будет довольно хороший тогда уже можно будет там рассматривать продолжение восходящего движения если объемы будут низкие или нулевые тогда мы будем просто понимать что у нас будет биткоин флетить а альта будет расти потому что с него будет переливаться объем в альткоины следующий актив который я хотел бы рассмотреть это риппл xrp абсолютно неоднократно я говорил то что мы во первых поймали глобальную поддержку глобальную не локальную не среднесрочную глобальную поддержку очень серьезную это район а 24 центов я вам несколько выпусков назад показывал то что у нас уже была эта поддержка из этой поддержки у нас был выстрел в уровень 70 центов но сейчас давайте мы не будем рассматривать вот таких вот моментов потому что на них просто реально рано говорить мой посыл всегда был в том что как только риппл выходит из канала проторговки из консолидации из набора позиции который явно был пробивает сопротивление 27 центов мы с вами сможем наблюдать довольно резкие хорошие здоровые движения в уровень 30 собственно говоря так и получилось мы с вами пробивая 27 центов пролетели аж до 33 здесь довольно такой конечно странный момент в плане что принципе пробить и уровня 32 центов а нам должно дать а довольно хорошего покупателя но здесь также я хотел бы обратить ваше внимание на то что вот этот рост да то есть мы пошли до 33 и у нас коррекция пошла до 20 там 9 центов это вполне здоровая коррекция абсолютно соответствующая фибия но абсолютно здоровая коррекция здорового движения поэтому здесь какой-то убер паники разводить я не вижу смысла если мы сейчас удерживаем эти уровни для них да действительно нужно хотя бы там удержание на дневках и потом мы идем на штурм 32 центов нам открыта дорога на 36 центов 36 центов это не самое сильное сопротивление и думаю это сопротивление мы должны будем довольно быстро пролететь здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то что у многих людей очень странное понятие там а быстро в трейдинге можем пролететь это там за неделю можем пролететь за ну за месяц навряд ли но я думаю вопрос там это недели двух то что мы будем проходить эти уровни пробивая 36 центов у нас открыта дорога на 40 41 там уже да там серьезный продавец там надо будет смотреть моменте насколько глубокая насколько серьезная может быть коллекция с тех уровней с тех уровней коллекцию мы с вами крайне вероятно будем наблюдать по ripple объективно стоит напрячься на пробитие уровня 28 центов так как пробивая его а мы с вами отправляемся обратно на ретест уровня 26 25 и ну просто это будет какая-то такая локальная скидка потому что все таки я считаю что глобально у нас достаточно хорошая поддержка настроение по рынку хорошие фундаменталу рипло тоже очень неплохой и это будет просто вариант по трейдить если рассматривать актив глобально все таки это я думаю выход ну за 43 цента минимум а если смотреть более так через розовую призму через розовые очки все-таки конечно где-то думаю это движение в уровень там 65 ну да 65 где-то 70 центов но вот это вот хернёй то что ripple там по 10 долларов я не занимаюсь это мы все будем с вами смотреть моменте следующий довольно важный актив это эфир эфириум причем не еще в прошлом выпуске обозначал эфириум показывает явно восходящий тренд рекомендацию набирать его я давал где-то там со 170 с копейками потому что я не знаю какой-то кто-то распространил какой-то странный слух потому что я неоднократно и в своем чате встречался с мнением людей что эфириум будет корректироваться до 130 в одном из прошлых выпусков я думаю что это нереально его максимальная коррекция это уровень 160 и там его откупят просто моментально и более того что даже очень мало вероятно что дадут 160 ну вот 160 не дали я ожидал соответственно если еще кто-то смотрел крипто стрим мой когда еще был на отдыхе я как раз меня попросили посмотреть эфириум я сказал вы чего это все это определенно надо брать это определенно от 200 то есть минимальная цель там движение будет где-то 200 долларов прошлом выпуске я сказал что опять же жду его 200 там 202 203 это было хорошее сопротивление на пробитие которого нам должны были дать продолжение роста сопротивление мы это пробили прокатили на основе это до 220 сейчас ушли на коррекцию причем от коррекции уже пошел отскок который локально дает аптрэнд а более среднесрочно продолжает тоже аптрэнд по эфиру ну то есть тоже довольно здорово данный график выглядит здесь я хотел бы обратить ваше внимание то что в отличие там от ripple стелар зи кэш на эфире есть продавец абсолютно очевидный продавец опять же я неоднократно об этом говорил явно распределение осел проектов она не масштабная но она есть то есть каждый уровень по эфиру продается но при этом я хотел бы сказать что покупатель да тоже довольно неплохо поддерживает данные движения чего я жду от эфириума от эфириума я жду уровень двухста тридцати долларов потому что пробитие этого уровня нам уже даст тот самый ожидаемый крутой рост там уровне 300 300 где-то 300 3 130 долларов там опять же надо будет смотреть момент потому что это слишком далеко но даун тренд который он показал среднесрочный хороший даун тренд сколько уже два месяца это даун тренд идет он показал тут явное преломление и явное подтверждение того что преломление данное свершилось то есть если еще раньше можно было рассматривать то что у эфириум был даун тренд и преломление на консолидацию собственно говоря почему я сказал и говорил ранее что надо рассматривать как набор позиции то сейчас явный выход с консолидации с подтверждением и вероятнее всего формирование нового восходящего тренда по ситуации с зи кэшем для начала хотел бы сказать что я с своей бирже на который я постоянно торгует от секс мне пришлось его перевести перевел я данный активный бинанс причина перевода заключается в том что ну вот англия против анонимных криптовалют никоим образом данный дэлистинг актива не повлиял на его курс и не повлияет потому что это анонимная криптовалюта и дэлистинг ее с площадок где преобладает регулятор только прибавляет ей цены и стоимости по зи кэшу я считаю не стоит рассматривать локальных трейдов все-таки мои соображения здесь что надо ждать по нему стоимость там в районе 100 долларов районе 100 долларов уже надо будет принимать решение фиксировать его или нет то что он нащупал свое дно я считаю априори ну и пару слов по фавориту движения и 100 пальты это стеллар люмен также в своем чате давал ожидаемую зону движения по нему то есть я давал уровень девяти центов причем здесь хотел бы обратить ваше внимание сейчас он активно тестирует и старается уже третий раз старается пробить девять центов на пробитие это явно без распределения то есть в основном накопление и как любят говорить некоторые люди с поджатием хотя поджать и в криптовалюте говорю еще раз быть не может потому что для того чтобы было качественное правильное техническое поджатие нужны огромные объемы тогда там паттерн можно назвать поджать и нет это тест тесты в сужающемся канале и я вам хочу сказать что пробитие девяти центов отправляет нас на 11 11 это тоже не такое уж и серьезное сопротивление и там вот если смотреть более глобально этот актив у него потенциал движение вот в этом росте это потенциал может быть ниже но потенциал такой это уровень там 15 16 центов глобально но я думаю в принципе знаете актив показывал 40 центов пока что люмен тестирует девятку я ожидаю как здесь отреагирует актив думаю все таки тоже пойдем на пробитие по поводу того как я набирал позицию у меня большая часть позиции по люмину была набранной не очень я набирал там в 10 центов в 11 центов немного усреднял но вот я сейчас где-то может либо в небольшом минусе либо плюс-минус в нуле ну и соответственно давайте проведем краткое резюме что касается локальной ситуации по биткоину все же я жду выход за десятку 10 10 100 там уже надо будет оценивать будет ли продолжение движения к 10 300 ну и штурм соответственно 10 600 10 800 но за десятку локально я его ожидаю что касается ситуации по альткоином считаю что сейчас у них идет довольно неплохой объем абсолютно большинство топ альткоинов уперлись свои среднесрочные или глобальные сопротивления показывают явный приоритет к тому что сопротивление будут пробиваться поэтому я думаю здесь тоже стоит ждать роста и роста вероятнее всего довольно неплохого и это не учитывая то что мы уже получили довольно классный рост от донных значений друзья надеюсь вас сильно не утомил но действительно надо сейчас было более подробно разобрать ситуацию на рынке соответственно если вы ежедневно желаете иметь доступ там к моим обзорам задавать мне вопросы и тому подобное еще раз напоминаю внизу есть формы на вступление в мою группу с ежедневными обзорами соображения по рынку такие если был вам полезен поддержите видео лайками обязательно оставляйте свое мнение в комментариях во первых она мне интересно во вторых это продвигает видео но если подписаны на канал мне кажется надо было еще на середине ролика это его сделать или может в начале или пять роликов назад но вы в обязательном порядке подписывайтесь работа а а а а а а а а а